Мне так хочется записать видео при естественном цвете. Такая хорошая картинка получается, но солнце уходит. Пока делали уроки с сыном, солнце стало прятаться. Сегодня я хочу с вами поделиться своими покупками, которые я сделала в Варшаве. В Варшаве в торговом центре я нашла несколько магазинов, которых нет у нас. Но, к сожалению, чемодан не резиновый. Я, в принципе, себя очень сильно тормозила, но в одном магазине я себя затормозить просто не смогла. Это магазин Lush. Этот магазин был у нас в Риге года 3-4, наверное, назад. Даже, может быть, больше. Продукты в этом магазине не дешевые. Но все, что я там не покупала, мне все нравится. Уход за волосами, уход за телом, твердые шампуни, твердые бальзамы, скрабы, умывалки. Это все, как правило, безумно пахнет. Тело после этого ощущает себя, как после спа. В общем, просто это для меня не магазин, а рай. И они ушли с нашего рынка. Наверное, были очень низкие продажи. У них было два магазина, если я не ошибаюсь. И сейчас их можно купить только в интернет-магазине. Доставка зверская из Эстонии. Стоит просто каких-то нереальных денег. А чтобы она была бесплатная, нужно заказать на тоже, опять-таки, какую-то большую сумму. В общем, если вам интересно, что я купила в магазине Lush, оставайтесь со мной. Первое, на что я прямо просто накинулась, это были парфюмы. У них там просто целый стол с этими парфюмами. Я ни один парфюм не слушала до этого, но я много слышала о некоторых из них. Особенно на американском ютюбе многие хвалят некоторые ароматы. Я вцепилась в несколько ароматов, но один флакон 100 мл стоит 70 евро, плюс-минус, поэтому много я купить не могла, не хотела, не хотела тратиться. Хотела купить маленькие флакончики по 30 мл, но, к сожалению, из всех ароматов, что я выбрала, только один был такой маленький флакончик. В магазине я старалась как можно больше попробовать ароматов, но мой нос уже после какого-то там аромата стал отказывать, потому что они, как правило, все достаточно своеобразные и стойкие. Я выбрала себе три аромата, и первый аромат, в который я просто вцепилась, это аромат для меня индийских палочек, аромат каких-то альдегидов, в общем, аромат карма. Его не было в размере маленьком, был только в размере ведро, это в 100 мл. И что я хочу сказать, во-первых, дико прикольно, это, так, это не пугайтесь, это не евро, это злоты. Во-первых, дико прикольно, здесь пишется, кто делал этот аромат, кто разливал его по бутылочкам. Это так вообще очень интересно. Не могу отделаться от ощущения того, что ароматы Lush, это как будто какая-то инди-парфюмерия, что это такая нишевая ниша. Я не имею в виду тут стоимость ароматов, я имею в виду сам подход, то есть все флакончики одинаковые, предельно простые, то есть они не запариваются там по поводу оформления вот этих пульверизаторов. Они все очень своеобразные, они ни на что не похожи вообще. Все, что я не попробовала, оно ни на что не похоже. Все ароматы, которые я пробовала, они какие-то необычные, стойкие, такие даже вот я пробовала, какой-то аромат был с жасмином, он даже такой очень животный. В общем, для меня это реальная инди-парфюмерия, для меня вот это реальная ниша, не какая-то распиаренная, а вот это именно та ниша, которая, ну, ниша, она не всегда должна быть дорогой, да, ниша это что-то, в общем, не знаю, как объяснить, но вот как инди-парфюмеры делают, разливают по бутылочкам сами, вот для меня ароматы Lush вот создают именно вот такое ощущение. Я понимаю, что это не где-то на коленке сделанное, что это производится в достаточно больших масштабах, но тем не менее вот эта марка создает вот такое какое-то ощущение индивидуального подхода к каждому флакончику, к каждому аромату. Для меня это аромат про индийские палочки, которые нужно зажигать, которые дымятся дома. Абсолютно не тёплый, он холодный, он восточный, и почему-то я слышу в нём альдегиды. Он очень спецовый, он супер восточный, такой индийский-восточный, не арабский, а индийский. И сейчас я посмотрю, что внутри. Написано, что он сладкий. Ой, не то. Так, цитрусовый, древесный, фужерный, почулиевый, свежий, пряный, хвойный, тёплый пряный, бальзамический, сладкий, землистый. Да, он цитрусовый и фужерный, и, наверное, почули даёт ему вот эту вот такую холодинку. Для меня он совсем не тёплый, он сладковатый, но в нём не конфетная сладость, а такая специевая сладость. И по нотам указан апельсин. Да, вот я теперь, когда смотрю, что здесь апельсин, свет уходит. Ну, зачем ты уходишь, свет? Надеюсь, успею дозаписать это видео. Когда вот я смотрю на пирамидку, теперь я уже слышу апельсин, сладкий апельсин, лемонграсс, лаванда. Кстати, лаванда может давать такую холодинку. Я её вот не слышу, но возможно. Сосна, лимон, лист чёрной смородины, почули, еловая смола, элэми и корица. В нём есть что-то такое смолистое, но не тёплое смолистое, а вот как запах смолы, свежеспиленной ёлки. Когда вы на Новый год приносите ёлку в дом, и она такая холодная, и пахнет лесом, смолой, хвойными иголочками, хвойными иголочками, короче, еловыми иголочками. Если их разломать, пахнет, пальцы потом пахнут таким, ёлочкой такой. В общем, обалденный аромат. Я в шоке, я в шоке от находки, от того, что он у меня есть. Я до сих пор поверить не могу. Следующий аромат dirty, грязный. Этого аромата, этот единственный был в формате 30 мл. И как вы думаете, чем он пахнет? Вот как вы думаете, чем он пахнет? Он пахнет зубной пастой. Это моё восприятие. Написано, что он фужерный, зелёный, свежий, пряный, лавандой и травяной. Он очень мятный, он как зубная паста. Он создаёт ощущение, что вы только что почистили зубы, что вы только что из душа. Причём это не шампуневая такая чистота, а это чистота чистых зубов, чистого дыхания. Это так классно. Вот он у меня стоял, я работала за компьютером, и он у меня стоял рядом, и я просто не могу удержаться, я им пшикаюсь прямо по нескольку раз в день. Он стойкий, но им всё время хочется, всё время хочется его обновлять, всё время хочется ощутить эту свежесть. Вообще обалденно. Я в шоке, в шоке от лаж. Я 100% буду делать заказ с официального сайта. Ну, страшновато, конечно, вслепую, потому что я уже не помню, что там, чем пахло. Я в такой спешке, втихаря от мужа. Надеюсь, муж не видит это. Вот я в спешке, быстрее, быстрее. В общем, там всё поперенюхала. В общем, блин, целое приключение. Ещё один аромат, который мне очень-очень сильно понравился, но его не было ни в формате большого флакона, ни в формате маленького флакона. Он в том магазине в тот день остался только в формате твёрдых духов. И это аромат American Cream. Он такой розовенький. Я им ещё пользовалась всего лишь пару раз. Вот как я его слышу, я опять-таки ноты я не смотрела. Для меня он такой восковой, немножко помадный, немножко розовый и очень ванильный. Такой кремовый. Подружка сказала, что она слышит латан, я здесь латан не слышу, но он такой очень интересный. Он достаточно стойкий. Я его наносила на запястье. И в нём даже есть небольшой шлейф. Вот я не очень спец по твёрдым духам. Но он пахнет. Я думаю, что, конечно, стандартные духи, которыми нужно пшикаться, они будут гораздо богаче, диффузнее. Но я думаю, что я себе куплю тридцаточку. Но это очень удобный формат, прям брать с собой в сумочку. И если где-то даже подушиться, вот так вот, никого не задушишь. Обалденный. Обалденный. И что же в нём внутри? Написано на фрагрантике. Написано, что он сладкий, лактонный, ванильный, медовый, фруктовый, пудровый, съедобный. Он очень съедобный. Он прям такой, как гурманский-гурманский. В нём очень съедобная ваниль. Я бы сказала, что не медовый, а всё-таки восковой. Сейчас я посмотрю, что по нотам. По нотам молоко, ваниль, белый мёд, клубника и апельсин. Я не знаю, как в формате духов, парфюма, парфюмерной воды. Апельсина вообще не слышу. Может быть, ну, как правило, цитрусовые, они же первые ноты, они самые быстро испаряемые. Может быть, в формате спрея это будет по-другому звучать. Но здесь я никакого апельсина не слышу. Очень интересный аромат. Пахнет какой-то косметикой, помадой. Интересный. Обязательно хочу себе в формате спрея. И долго вас мучить не буду. Последние две покупки из ЛАЖ специально для вас разверну, хотя я не собиралась. Кондиционер для тела. Короче, с розой. Я помню, что он был с розой. Кондиционер для тела. Какого формата это кондиционер? Это просто офигенная штука. Одно время был тренд, но как-то он быстро очень исчез. Кондиционер для тела, который вы наносите после того, как вы примете душ, там смоете с себя мыло или гель для душа, и нанесете на себя этот кондиционер, и потом смоете его. То есть, принцип такой же, как кондиционеров для волос. Я просто в восторге, потому что не всегда есть время мазаться кремом после душа. Особенно летом. Вообще этого не хочется. На себя только там вышел из душа, намазался, уже опять вспотел. Такой формат кондиционера, который нужно смывать, после него кожа божественная, просто шелковая, и я обожаю такой формат. И у меня недавно закончился старый-старый-старый кондиционер от лаж. Я такой же не нашла. Ну, логично. Я так рада, что я попала в этот магазин. Пахнет волшебно. Это, конечно, такой не эстетичный формат, но тут главное содержание. То есть выглядит он так. Вот это вот и есть сам кондиционер. Вы можете его нанести на какую-нибудь мочалочку, на какой-нибудь спонжик. Он прям вот тает в руках. Пахнет обалденно. Пахнет каким-то клубничным десертом, но не химозным клубничным десертом, пахнет каким-то клубничным милкшейком мороженым. В общем, обалденно. И второй так шуршу, я надеюсь, слышно будет меня вообще. И второй бадибаттер. Это я такой формат брала, масло для тела, его тоже надо смывать. Ты его на себя наносишь, на влажное тело, массируешь и смываешь. И потом, во-первых, он скрабирует очень хорошо тело, а во-вторых, после этого вообще не хочется никаким кремом мазаться. И аромат такой прям волшебный, эта текстура, как будто кремом намазался. это, в общем, обалденная вещь. Упаковка тоже, да, тут ничего нету такого, никакой ни коробочки, ничего. Вот так вот выглядит. Но я вот не могу понять, это то, чем я пользовалась или что-то, ну вообще похоже, что это то, вот здесь вот кусочки чего-то. да, это то, как я рада. Это то, что у меня вот недавно закончилось. Советую, у кого есть возможность в ЛАЖ что-то купить, советую их твердые шампуни для волос, очень советую вот эти кондиционеры и все вот твердые штуки для тела, кондиционеры, баттеры и твердые гели для душа, мыла, все это очень советую. Я не фанат их продуктов в баночках, но я дикий фанат их вот твердых продуктов и теперь парфюмерии. Это было все, это был такой хваст видео. Я очень рада, что я попала в этот магазин. Теперь мне не терпится этим всем попользоваться, помазаться, подушиться. Я уже успела. Что еще сказать? Так, вот теперь светлее стало. Спасибо, я записала все видео в темной картинке, теперь она светлее стала. Всем спасибо за просмотр, если вы дожили до конца этого видео. Остяпься в комментарии, знакомы ли вы с продукцией Lush, особенно с парфюмерией из этого бренда. Всем мира и добра, пока!